Приветствую! В СМИ ходит новость о заявлении секретаря РНБО пана Данилова о том, что будет серьезная проверка работы МСЭК и ВЛК. И вплоть до того, что будут заставлять людей проходить повторно как МСЭК, так и ВЛК. И вот здесь мы должны разобраться с вопросом, насколько это возможно согласно действующему законодательству и каковы механизмы реализации таких заявлений. Но перед тем, как мы разберемся с этим вопросом, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она более оперативно, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Итак, разберемся с вопросом номер один. А предусмотрено действующим законодательством прохождение повторного МСЭК и повторного ВЛК. То есть в одном случае мы говорим о лицах с инвалидностью, в другом случае говорим о тех людях, которые признаны непригодными к воинской службе. По инвалидам. Думаю, вы все прекрасно знаете, что если человек получил временную инвалидность на год, на два, то у него есть отметка о дате прохождения следующей комиссии, так называемая дата проогляду. И соответственно на сегодняшний день нет нормативных актов, которые обязывали бы человека пройти МСЭК ранее, чем та дата, которая усказана у него в справке МСЭК. Что касается людей, которые признаны непригодными к воинской службе. Здесь есть два варианта. Первый вариант. Человек признан непригодным с исключением с учета. И в этом случае законодательство вообще не предусматривает варианта повторного прохождения ВЛК. Вот просто его нет. Потому что все, человек уже исключен с учета. На него эти правила не распространяются. Правила воинского учета. И он уже не обязан проходить ВЛК. Для тех же людей, которые признаны непригодными к воинской службе без исключения с учета, то, как правило, у них в военно-учетных документах есть отметка о дате следующего ПРО гляду. О дате следующей комиссии. И соответственно, до даты, которая указана в военно-учетных документах, он тоже не обязан проходить ВЛК просто так, по вызову. Поэтому, если вас сейчас там, допустим, звонят из ТЦК и ЕСП, говорят, что у нас проверки, приходите, мы хотим провести для вас снова ВЛК. Либо вам звонят из МСЭК и говорят, у нас проверки, мы хотим вас повторно осмотреть. Не нужно этого слушать. Просто не нужно этого слушать. Потому что, во-первых, такой способ вызова ни на МСЭК, ни на ВЛК не предусмотрен действующим законодательством. А во-вторых, сама вот эта идея, что у нас идут проверки, поэтому мы хотим вас проверить, ну, она немножечко не соответствует тоже действующему законодательству. Потому что такого основания для прохождения, как МСЭК, так и ВЛК, как повторная проверка, даже если это проверяет там ДБР, СБУ и прочие правоохранительные органы, нет такого основания. Поэтому вы должны помнить, что в части 13 статьи 2 закона о воинской обязанности и воинской службе человек должен проходить медицинский осмотр в том случае, когда его призывают на службу в армию, либо направляют на прохождение обучения. Если нет этих оснований, которые, повторюсь, в части 13 статьи 2 закона Украины про ВО и ВС указаны, то человек не обязан проходить ВЛК. Либо же, ну, в крайнем случае, да, он обязан прийти тогда, когда у него указана вот эта дата следующего медосмотра в военно-учетных документах. Ну, это вопрос такой юридический, да, с точки зрения нормативного закрепления вот этих обязанностей. Ну, а давайте теперь поговорим с точки зрения механизма реализации. Инвалид уехал за границу. Человек, который непригоден к воинской службе, уехал за границу. Ну, как мы можем реализовать вообще повторный его осмотр, если он сам не приедет. Обязанности возвращаться в Украину, в страну, где идет война, у него нет. Да, вернуться для того, чтобы пройти ВЛК. Далее, человек, который даже здесь находится в Украине, не выехал еще. Он, скорее всего, после таких заявлений подумает о том, что нужно выехать, да. И даже если он не выйдет, ну, а как вы заставите человека пройти, соответственно, ВЛК? Ну, теоретически это, конечно, все можно сделать, но для этого нужно изменить массу нормативно-правовых актов и прописать все эти механизмы, прописать эти новые обязанности и механизмы их реализации. Чего, ну, как мне кажется, не произойдет, что все это больше такая психологическое давление, да, на людей. Поэтому, помните, если у вас есть инвалидность, если у вас уже есть пройдена ВЛК, вы не обязаны приходить просто там по звонку, по сообщениям в СМИ на повторную ВЛК, либо на повторную МСЭК. Думаю, на этом у меня все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.